Дело в том, что мы с женой решили не передавать капитал. Наследство детям. Да. В виде наследства мы решили передать нашим детям наследие. Ну, нашим детям и другим детям, ну, всему обществу, наследие. Школы, сады, парки. То, что улучшит жизнь многих людей. Ну, наши дети тоже улучшат жизнь, потому что они также будут пользоваться этими парками, садами, школами и т.д. Дети как к этому относитесь? Слушай, у меня есть учитель. Кстати, у тебя есть учитель? Мой лучший учитель это пока жизнь. Кстати, спроси меня о том, что я тебе расскажу, что жизнь это самый херовый учитель из всех возможностей. Вот, но это не суть. Мой учитель однажды мне сказал в тревогу, что если я вдруг скажу детям, что мы хотим оставить им наследие вместо привычного наследства, то они... будет какой-то, ну, проблема, там, что-то, мы будем ругаться, не понимать. А он сказал мне следующее, просто один в один говорит, слушай, если это произойдет до двадцати одного года, ну, желательно, до семнадцати лет, то дети просто воспримут это так есть. Ну, ты знаешь, миллионы детей, сотни миллионов детей рождаются в бедных аулах, ничего родители им не передают и ничего страшного не случается. Он сказал, ну, вот, поэтому, если вы действительно так уже решили, просто сделайте это до пятнадцати, до шестнадцати лет, ну, край до двадцать одного и все. И вот мы собрались на семейный совет, мы очень тревожились, очень готовились, мы разные варианты рассмотрели с женой. И потом мы сказали, и мы увидели, что дети просто восприняли эту информацию, сказали, да, ну, ладно. То есть, как если бы они не отождествляли себя пока еще, подчеркиваю, пока еще, охранниками, ну, что им придется, значит, стать, ну, вступить в права на наследство, то есть, охранять то, что им придется. Они пока об этом, ну, не знают, это не их жизнь. Через две недели старший сын спросил, пап, ну, это не шутка была, просто чисто. Я говорю, давай, нет. Разрязывай, пранковать, да? Да, это, говорит, не пранк был? Я говорю, да нет, все, четко. Он говорит, все, ладно, хорошо. И все. И, знаешь, уже три года, три года назад на это объявили, я наблюдаю, насколько снизилось внутреннее давление, ну, в голове и в теле моего сына. Как если бы раньше, я когда на него смотрел, он как будто бы готовился к тому, к чему-то такому, чего не знал, и вот как будто изнутри шло какое-то давление. Ну, вот я это видел, меня обратила внимание мое на это моя жена, я стал за ним наблюдать и все. А как только мы сказали, все, никакого давления. Слушай, он стал заниматься музыкой, программированием, то есть какими-то делами. У него жизнь наполнилась каким-то разнообразием, а до этого он как будто бы готовился вступить в права наследования и что-то ждал. Ну, не так, конечно, но в общем похожая вот такая вот. А сейчас, когда все мои дети знают о том, что, ну, слушайте, займ на образование, ну, грант, грантовый займ на образование будет, значит, миллион долларов стартап, если у них будет какой-то стартап, если действительно что-то будет, они могут претендовать, ну, и медицинская страховка, full coverage, то есть покрывающая все там вопросы. Вот три пункта, которые у них есть. Ну, и самое главное, конечно, фамилия. Ну, фамилия, репутация, фамилия, бренд. Спасибо. Спасибо.